Существует такая идея, да, идея, простите, по-пытатски проклассифицировать понятия согласно их отношению к опыту. Одни, которые относятся к опыту, называют ферминиологически, а другие, которые являются исключительно, как бы, чистыми, да, которые к опыту относятся только очень косвенно, да, или вообще никак не относятся, называют чистыми. Откуда такая идея берется? Вот это исходный, как бы, пункт, исходная точка отталкивания, это вот Канта, да, у Канта все понятия являются чистыми, да, и все понятия, они являются чистыми и субъективными и по признаку происхождения, то есть он говорит, что понятия произошли не из опыта, да, то, что говорит империзм, а понятия произошли из другого источника, из внутреннего какого-то источника. То есть в этом смысле они субъективны, но по применению, он говорит, Канта, они объективны. Но тем не менее, вот у него все понятия являются чистыми, а вот есть такая интуиция, на самом деле, что часть понятий является все-таки... Грязными. Не грязными, а феноменологическими, то есть произошедшими из опыта, да, вот в физике, например, есть представление, что есть эмпирические понятия, теоретические понятия, да, то есть часть понятий все-таки, и это интуиция более правдоподобна, чем Кантовская, да, которая полностью замыкает циферу субъективности. Интуиция того, что часть понятий является, имеет свое происхождение опытное, да, они взяты из опыта путем абстракирования, их можно было бы назвать эмпирические понятия, можно было бы назвать феноменологические понятия, да. Не путать здесь с теменом феноменальной понятия, да, то есть феноменальный термин относится к чувственному, а феноменологический относится именно к тому, что относится к порядку феномена. Причем здесь феномен понимается в исходном, в исходной структуре как нечто относящееся к чувственному логическому сферу. То есть феномен изначально как бы вот он такой многослойный, он имеет чувственную сферу и имеет как бы вот смысловую структуру. Поэтому он называется феноменологическим. И вот эти понятия, которые описывают феномены, да, они являются феноменологическими, они относятся к опыту, и мы, собственно, просто в опыте, как вот этим занимается феноменология, она ставила такую задачу, да, в опыте. Опыт описывал, исходя вот из неких понятий, да, вот у феноменологии эта задача называется дискрептировать опыт, да. Мы должны сначала то, что у нас есть, да, та данность, которая нам дана, как-то зафиксировать, чтобы потом с ней работать. И вот эта работа фиксации, она и связана с тем, что можно было бы назвать предварительным термином феномологические понятия. А чистыми понятиями назвать это то, что и Капт имеет в виду. Помимо таких феномологических понятий, поскольку они немного разрознены, нам для того, чтобы образовать некие целостности, такие как теория, концепция, нам нужны дополнительные какие-то предположения, нужны дополнительные какие-то конструкты в виде понятий, для того, чтобы многообразие, которое мы получаем в виде описания, сводить в некие единства, которые можно было бы назвать теорией и концепцией. Вот эти понятия чисто чистые, их в опыте непосредственно нет, но они позволяют нам связывать эти феномологические понятия в некие более абстрактные конструкции. Вот была такая идея, и казалось, что тут есть какое-то развитие дальнейшее, но на самом деле по дальнейшим размышлениям здесь объясняется следующая проблема. Первая проблема, она связана с тем, что все понятия являются некими, ну они как бы связаны с некими смыслами, да, смыслы все объединены в общую секцию смыслов. Да, они как бы вот не существуют, трудно выделить, можно, иногда можно выделить смысл отдельно, но как правило все смысли связаны, да, можно говорить о тексте, да, можно говорить о таком каком-то контексте, в котором все понятия существуют. И поэтому даже если мы выделяем какое-то отдельное понятие, это изолируем смысл, то тем не менее мы понимаем на самом деле, что этот изолированный смысл это вот некого рода такая искусственная процедура. На самом деле, когда мы говорим, допустим, какой-то там объект говорим, сразу же подразумеваем субъект, наговорим стул, сразу подразумеваем стол, там табурет, там пол и прочее. То есть все существует контекстуально. Мир имеет некую целостность, да, и вот целостность имеет не только в нашем представлении, но на самом деле весь мир, он связан с друг другом, и все смыслы, они конссылают друг к другу. То есть вот изолирование вот такого смысла и рассмотрение понятия вот в его изолированности, да, это вот некая все-таки искусственная процедура. И поэтому мы должны, по идее, рассматривать каждый смысл вот в некой целостности контекста. А если это так, то получается это разделение на феноменологические и чистые понятия тоже становится условным. Потому что благодаря вот этим связям, да, смыслам друг к другу, собственно, и чистые понятия вроде тоже описывают опыт. То есть он не может опыт не непосредственно описывать, да, но через связь с феноменологическими понятиями их тоже можно довести до опыта. Взять какое-нибудь, допустим, представление, там, в физике, там, какой-то чисто математический аппарат, но через связь внутри теории, через ряд опосредований, да, весь этот аппарат так или дальше доводится до эксперимента, да, и уже в эксперименте непосредственно до какой-то земельной увеличения. То есть вот такая вот есть некая непрерывность, да, скорее непрерывность, а не скачет. Да, и получается, что все понятия, они имеют некую целостность, да, и разделять их вот так вот не удастся. Это первая проблема. А вторая проблема, она связана с проблемой языка. Дело в том, что язык существует двумя способами. Вот, допустим, я в своей личной практике использую язык и какие-то предметы, например, обозначаю числовами, да, вот я один обозначил, другим обозначил, третьим обозначил. И это прямой способ как бы маркировки реальности, да, вот прямой способ, каким образом я пытаюсь свой опыт описать, бескрептировать. Но на самом деле ведь я ведь использую язык как нечто всеобщее, как нечто доступное многим, да, и я использую те слова, которые уже заранее имеют некий смысл вложенные в них, да, которые известны не только мне, а известны всем. И получается, на самом деле, я занимаюсь обратной задачей. Там получается, что фактически я занимаюсь тем, что я некий внутрь слова, которые я уже имею, да, я пытаюсь как бы интерпретировать, что бы они значили. У меня есть слово «стул», я как бы смотрю, в своем чувственном восприятии вижу стул, да, я, например, у меня есть слово «стол», там, допустим, и я точно так же пытаюсь определить, что бы это слово значило. То есть на самом деле вот задача-то тут не прямая получается. То есть я думаю, что я маркирую реальность, а получается, на самом деле, она уже давно промаркирована, а я только каждый раз узнаю, как она промаркирована, да. То есть я просто использую некий опыт общечеловеческий, опыт языка, и я попытаюсь как бы вот просто спроектировать знание языка на то, что на самом деле, как это знание вот находится в моем чувственном опыте. Это, получается, процедура здесь, опять же, не маркировки, да, а процедура, получается, если мы говорим о том, что все-таки понятие бытует как нечто зафиксированное в языке, да, то получается, что, опять же, все понятия, они имеют один статус, да, потому что интерпретации требуют и такие простые понятия, которые якобы являются маркировочными, как «стул», «стол», они точно так же требуют интерпретации, такие понятия, скажем, там, «субстанция», да. Это одна и та же задача и там, и здесь, мы просто владели языком, должны научиться правильно использовать слова. Так нет, подожди, если мне говорят, что такое «стул», я показываю стул, говорят, вот «стул», или вот «стул», вот тоже «стул», и все. И я знаю, что такое «стул», я знаю, что такое «стул». Ну, это простые примеры, да. А что такое «субстанция» мне не показывают. А я могу промаркировать, допустим, вот это «x», а вот это «z». Ну, и что, будут «x», и все равно они будут стулом. Это прямая задача «x» и «z». Но когда, на самом деле, я это так маркирую реальность, то если я начну потом по поводу «x» и «z» размышлять, то возникнет, что «размышлять-то вроде и не о чем». Да почему? Они у меня будут столом и стулом. Будут, как со столом и стулом, с ними размечать. Какая разница, как я их обзову? «x» или «y»? Против чего возражаешься? Я просто описываю, на самом деле, что нет понятия маркировки. То понятие маркировки – это, на самом деле, некая, опять же, стулья процедура. Ну, а что же это? А я сейчас их высказываю. Есть просто столы и стулья, да. Есть слова «стулья», а проблем маркировки нет. Ну, вот когда ты говоришь, что тебе сказали слово «стол» и показали на стол, это называется маркировка. Когда ты привязываешь слово «стол», Я не слово «стол», я понимаю, что такое «стол». Еще раз, когда ты звучащий… Слова мне не важны. Слова мне не важны. Я сказал «проблемы языка», значит, слова здесь важны. Может быть, ты находишься в другой какой-то там концепции, и у тебя там все по-другому. Я же тебе сказал, есть проблемы языка. И я обсуждаю проблему маркировки. Я пытаюсь промаркировать реально с помощью языка. Как я это делаю? У меня есть слово «стол». Мне показывают, что такое слово, вот это. Хорошо, я промаркировал. Теперь у меня слово «звучащая речь» «стол». Или там письменные четыре буквы, связанные в единый символ «стол». Означает определенного рода вещь. И каждый раз. Это называется маркировка. Понимаешь? Но эта маркировка, она точно так же является ничьей МНМ, как просто способ, каким я научаюсь использовать язык. То есть, каким образом я трактую, как в самом уже языке существует эта маркировка. Не я маркирую реальность, а я обратно задачу. Я интерпретирую язык. Вот о чем я говорю. Ну, просто много... Это, как говорится, будет пункт 1а. Я не знаю, что ты веселишься. Я вот, если честно, могу тебе сказать, что предыдущая докладка была просто какая-то болтовня. Пример, просто болтовня. Я пытаюсь высказать что-то, как не болтовню, понимаешь? Реально не болтовню. А ты веселишься. Что тут веселого-то? На самом деле, я не понимаю. Но то, что ты не болтовню пытаешься высказать, то и весело. Реально, на самом деле, проблема настолько сложная, что, может быть, вообще сейчас никто ей не занимается. Я пытаюсь высказать сложную проблему. Я просто и призываю на самом деле. Действительно, серьезно. Сложная проблема. Проблема очень сложная. Она связана со всеми вашими докладами. Балдащевскими, Балдащевскими и прочее. Так вот, во многом, все споры, которые возникают у нас на семинарах, все споры, которые на сайте возникают, они связаны именно с разговорами по поводу языка. Как этот язык надо интерпретировать? Что такое по языке противоречие называется? Что противоположие? Постоянно бьются, там много копий ломается. Постоянно возникают раздоры и споры по поводу пустоты. Понимаешь? По поводу просто использования языка. А на самом деле, философия должна была заниматься чем-то другим, казалось бы, как и физики. У физики есть некий предмет, да? И физика пытается этим предметом заниматься. Этот, и все другие частые навыки. У них как бы есть предмет, там, да, и вот они вот... И этот предмет, ведь, у них есть. Он не просто чувственно воспринимаемый, он в виде какого-то смысла, некой структуры, да? Очень много понятий существует в физике, и никто ведь по поводу этих понятий не спорит. Что такое скорость, там, да? Что такое ускорение, там, какие-то еще там массы и прочие характеристики, они всем ясны. Понимаешь? Было бы смешно, если бы какой-то доклад был посвящен тому, что существует ли на деле, там, тяжесть или не существует. Правильно? Почему-то, когда возникают такие споры, это, философии, да, существует ли в реальности, допустим, противоречие, или не существует. Но это же, на самом деле, изначально вопрос, как бы, некорректно поставлен. Некорректно поставлен просто в силу того, что, на самом деле, вопрос идет о языковой игре. Вот у нас есть языковая игра, да, возникло, допустим, некое понятие противоречия. Мы начинаем это, вот, противоречие везде сувать, и пытаться понять, что что-то такое, да. Это, у нас есть просто язык, да, а вот есть чувственная реальность, да, там, или феноменологическая реальность, да, и мы пытаемся понять, или минимум она какая-то реальность или нет, и так далее. То есть, и исходная задача, опять же, я говорю, это просто функция рефлютации языка. А вот теперь я попытаюсь, как бы, сформулировать эту задачу, которую, которая, опять же, связана с философией, но не основана на языковой игре. Не основана на языковой игре ситуация такая. Так вот мы все прекрасно понимаем, что наши способности чувственные, там, зрение, слух, там, осязание и прочее, они устроены следующим образом. Вот, есть, с одной стороны, нечто, что мы называем предметами, предметами или объектами этих способностей, а с другой стороны, вот, есть нечто, что, как бы, вот, в виде ощущений, да, и чувств есть у нас. То есть, иначе говоря, вот, например, красное. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что красное – это нечто чувственное, да, не находится на стороне объекта, а с другой стороны, мы понимаем, что красное – это и есть наше ощущение. Вот такая двойственная ситуация с красным. Но, тем не менее, вот, когда мы говорим так о цветах, мы почему-то не задумаемся о том, что то красное, которое существует на стороне объекта, то есть, которое является реальным, оно не то красное, которое мы называем красным. Ведь вот это то красное, которое мы называем красным, это просто некое понятие общее, которое точно так же, как любое понятие, применимо ко многим красным. Ведь чем, как правило, по чем начинает Аристотель, когда он указывает о том, в чем отличие понятия, допустим, от сущности, да? По сущности он имеет в виду единичные сущности, то есть единичные тела, единичные индивиды. Он имеет в виду, что понятий говорят намного. То есть, понятия, допустим, сущность его понимания, они ни о чем не говорят, они просто единичны, а понятий говорят намного. Но ведь у нас и красное, которое, кажется, является ощущением, тоже в языке функционирует некое понятие. То есть, у нас как понятие существует, и в языке функционирует все. Иначе говоря, то, что мы считаем, что в ощущениях нам мир даст свои единичности, но он, на самом деле, наводит на разрушение, так ли это. То есть, конечно же, когда я смотрю и вижу нечто единичное, и тот тонер, что я вижу на стороне самого объекта, оно, конечно, единичное. Но когда я начинаю, допустим, говорить об этом единично, или когда я начинаю пытаться это единичное присвоить в виде знания, то, что я получаю в результате, оказывается просто не с чем-то общим. Чем-то всеобщим, как говорит Гегель, да? И мы никак не можем высказать в языке ничего единичного. Вот у него была такая проблема феноменология. Мы всегда говорим о счет сообщества. Получается, на самом деле, проблема понятия, она не является только проблемой, связанной с развлечением мышления и чувственности. На самом деле, если так посмотреть, то ведь мышление точно так же устроено по своей структуре, как и способности чувства. Точно так же на стороне, с одной стороны, есть некие объекты мышления, это мысли, смыслы. А с другой стороны, есть, как бы, вот мы, да, которые эти, на эти смыслы и мысли направляют свои какие-то усилия, да? То есть, мышление точно так же устроено, как любая другая способность чувства. И в некотором отношении, вот это я уже много об этом говорил, как бы, вот есть такая интуиция, что мышление на самом деле ничем от чувств не отличается. Она отличается только своим предметом, а по своему функционированию является точно таким же. Она точно такая же некая способность, которая выхватывает в мире свой предмет, смысл. Чувственные способности выхватывает каждый свой предмет. Например, способность слышания выхватывает звуки, способность видения выхватывает образы, способность, там, осязания некие ощущения осязаемые, да? А способность мышления просто выхватывает смысл. И она просто такая же способность, как все остальные. И работает точно так же просто, ну, просто в неком, в своем слое. Как бы, вот есть некие слои, на которые для нас мир разваливается. Ну? Только, ну, для меня органы чувств, они извне. не улавливают информацию, а мышление, оно смысл и улавливает откуда? Тоже так же. Из органов чувств? Нет, точно так же. Интерпретирует то, что видит глаза, интерпретирует или одно. Смысл не находится в столе. Вот в столе нет смысла. Это мы увидели стол, и потом проинтерпетировали, и появился смысл. Ну, вот это вот классическое представление о том, как я начинал с канта, да, что все, что относится к мышлению, является чистым, да, и находится только в сфере субъективности. Да, и эти смыслы мы как бы проектируем, на самом деле, на мир, и потом, как бы, почему-то эти смыслы вдруг оказываются объективными, и у канта даже проблема такая есть, да, каким образом доказать, что вот это наша проекция наших смыслов вдруг оказывается, на самом деле, смыслами ими, да, то есть оказываются объективными. Это проблема уже, на самом деле, вот, она связана там у него с дедукцией категории. А я говорю о том, что есть, что Кант, кстати, не допускал, интеллектуальная интуиция или категориальная интуиция. Ты смотришь в мир, и то же так же, как ты видишь глазами цвета, ты своими способностями мышления видишь смыслы. Ты видишь, например, что вот эта катка стоит от тебя, вот, от тебя, ты находишься здесь, а катка находится там, что есть верх и низ, что есть право-лево, что есть внутреннее и внешнее. Ну, это не ты, ну, это не смысл. Я понимаю, в чем дело? Ты сейчас мне хочешь сказать, что это то, что снаружи поступает, а снаружи поступает информация, можно не чувствовать, и ты уже. Это не философский контроздок. Что значит снаружи, внутри, что-то такое. Ну, смысл это его. Само требует еще дополнительное основание. Я пока держусь просто чистой терминологической интуицией, состоящей в том, что мышление точно такая же способность, как и чувство. Чувство и восприятие, которое расслаблено. На чувствах построено. Восприятие все-таки мы как-то, хотя бы частично, единичное ухватываем, а в мышлении мы же работаем исключительно со всеобщим. Я же объяснил, на самом деле, где-то, что, когда мы работаем со что-то раз на свет, то точно так же всеобщим у нас в языке. Ну, в языке, да, но все равно, когда мы... Правильно. А когда ты смотришь и видишь смысл непосредственно, откуда ты знаешь, что это смысл? Всеобщие, они точно так же единичные. Ну ты вот, я вот вижу красный свет, но он единичный. Но когда я говорю красный свет, он всеобщий. Я вижу некий смысл, он единичный. Но когда я говорю об этом смысле, он всеобщий. А как он всеобщий? Я просто смысл. Мысль состоит в том, что есть позиция непосредственная, да? Когда я в мир, навижу мир, да? И есть интеллектуальная интуиция, она буквально в смысле, как созерцальная. Это интеллектуальная, то есть мыслительная интуиция. Я точно так же вижу единичный смысл. Но когда я нахожусь в рефлектирной позиции, как для меня чувства оказываются всеобщими. Это красное оказывается понятием красного, там, это вещи становятся понятием вещей. Точно так же оказывается понятием эти отношения. Только у единичный смысл. Я это не понимаю. Ну понятно. Я же говорю, что я говорю нечто такое, а то ничего никто об этом не думает. Правильно. Потому что я говорю не о какой-то ерунде, понимаешь? Я пытаюсь высказать нечто существенное, то что… Ну а что ну ну в бумазу? Но ты ты понимаешь, в чем проблема? То, о чем ты говоришь, это единичный смысл, который не является общим. Нет, он единичный смысл. Ты говоришь, я над этим задумываюсь, но это все единичное. Красный свет, он является единичным цветом? Я про другое. Про твою теорию. Это единичный смысл или всеобщий? То, как ты интерпретируешь сейчас мир, это твой единичный смысл. И он не является сейчас для нас общим. Правильно я понимаю? Хорошо. Будем считать, что я так это интерпретирую, я просто рассказываю. Я просто хочу понять твою теорию. Правильно я понимаю, что то, что является единичным, может не оказаться всеобщим? Или нет? Или оно всегда всеобщее? Если оно единичное, то уже не всеобщее. Как-то непонятно. Но единичный красный цвет является всеобщим, ты говоришь. Я говорю, красный цвет, вот у Игоря красная, как футболка, но она на самом деле не... Мы называем ее красным. Мы красным можем назвать там, я не знаю, что-то еще красным. Все эти красные, разные красные. Все эти красные цвета, они разные цвета. Все эти красные, разные цвета. Ты считаешь, как разные являются там, и кроме цвета там, что-то там, звуки там, они тоже являются разными. Но мы, допустим, называем все эти там, допустим, высокий звук. Это все понятно. Понимаешь, какое-то отношение на самом деле, для нас вот этот единичный смысл, единичный смысл, она не уловила просто потому, что на самом деле всякий раз, когда мы эти смыслы пытаемся промыслить, они оказываются всеобщими. То есть, когда мы пытаемся промыслить чувственное, оно точно так же оказывается всеобщим. Да, но в чувственном есть, во всяком случае, возможность ситуации непосредственного восприятия. А в мышлении как? Нет же такого какого-то протомышления, где мы имеем дело не с понятиями, а с какими-то единичными существами. Ну подожди, а в чем чувство? Вот отношения, например, между двумя предметами. Отношения. Ты видишь это отношение глазами? Ты видишь глазами на самом деле, это там цвета видишь, там звуки видишь, какие-то фигуры видишь, да, там пространственные. А как ты видишь отношение? Отношение, ну каком-то, ну между двумя конкретными столбами, допустим, которые стоят на дороге, есть конкретные отношения, и какое-нибудь абстрактное отношение. А конкретно. Опять уперся в... Это конкретное отношение. А что такое отношение между объектами? Ты что имеешь в виду? Чувственные отношения? Или пространственно-временные отношения? Ты про какие отношения ты говоришь? Например, отношения, которые можно измерить числом, скажем, между ними там 10 метров. Ну тогда... Ты не видишь чувственное восприятие, ты никаких 10 метров не видишь. Это некий смысл. Но который на самом деле в своей конкретности, он точно так же присутствует уже. Вот он между ними 10 метров, он присутствует. Ты его как... Ты его видишь, на самом деле, интеллектуально. Ты его видишь. Условно говоря, ты видишь, допустим, ну можно сказать так, что почти всю математику ты видишь интеллектуально. Мы всю математику проектируем вовне. Мы видим там пространственные характеристики, там разнесенности всякие, расстояния, соотношения фигуры какие-то. Все это... Вот всю математику мы видим, но нечувственно же мы это видим. Мы это видим интеллектуально. Математика, она доступна только мыслей. Мы ничего не видим глазами. Что там видеть глазами? Ну видишь глазами, там, линию-то даже. Даже если это линия, то все равно это линия математическая. Ты, с одной стороны, она какая-то ломаная, ну что-то такое, да? Какая-то грань. То есть, вроде как чувственная. Вот, например, граница действительно является ли чувственной? То ли граница чувственна, то ли граница на самом деле мысленна. Как она? Как определить? То есть, мысленна в каком смысле? Мысленна в том смысле, что она является некой единичностью смысла. То есть, я хотел сказать, что, на самом деле, вся идея мы ассоциирует в том, что изначально некие смыслы, вот, помимо вот наших абстрактных смыслов, которые у нас уже потом существуют в нашей позиции рефлектированные, да, когда мы размышляем о чем-то, да, у нас какие-то уже есть смыслы. Смыслы изначально, они существуют в реальности. Они, конечно, там каким-то образом, вот, как единичный красный свет существует, да, а мы видим всегда, когда мы размышляем о красном свете, у нас просто есть понятие красного, и как бы нам примерно понятно, что это такое. То есть, также, есть некий основание смысла, вот, единичный некий смысл в самой реальности. А потом, когда мы этот единичный смысл вообще, допустим, понятие линии обобщаем, да, мы говорим, что вот прямая линия, да, мы обобщили многое количество, разные границы, как там, горизонты там, всякого рода там, углы, там, изгибы, да, мы обобщаем понятие линий, да, то есть, вот это вот понятие линий, это есть некие обобщение того смысла, который есть и реально, вот есть и реальные границы, да, есть и реальные изгибы, там, и линии в мире. Он, этот смысл, реально присутствует. И мы этот смысл потом просто переносим и делаем из него сначала эмпирическое понятие линии, а потом там абстрактное понятие линии и прочее. То есть, на самом деле, наши понятия, я просто пытаюсь понять, сейчас как бы обосновывать, каким образом возникают эмпирические понятия, как они появляются путем обобщения некоторого опыта. Вот у нас есть некий опыт, опыт-опыт, да, опыт линии, опыт каких-то границ, горизонтов, да, и потом у нас возникает понятие линий, да, там, у нас есть опыт удаления, да, какое-то удаление, 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 а потом у нас возникает понятие, как бы, там, этого, бесконечности и прочее. То есть, можно сказать о том, что многие понятия, вот, они берутся из вот нашего опыта, да, они являются в этом отношении ключи. Теперь я просто хотел поговорить. Ты его выключил? Вопросы тебе суть. Если мы, на самом деле, вот, будем держаться этой позиции, эта позиция, на самом деле, нетривиальная, потому что надо, например, противоречить каплю, да, это позиция, хотя она соответствует позиции Аристотеля и Гегеля. То есть, Аристотель и Гегель также считают, да, только у Гегеля, правда, специфически у него нет позиции, потому что у него отсутствует понятие эмпиричности, да, это понятие. Он вообще считает, что понятия, они, в принципе, не эмпиричны. Но в каком-то отношении он говорит, что он точно так же, вроде как, интеллектуально мы можем видеть в мире развитие идей. Я, мне кажется, чуть-чуть вставлю. Ну, действительно, вот, может быть, и я так понимаю, что это... Ну, вот, действительно, я сейчас смотрю, вот, перед нами три предмета. Штатив, компьютер и вот эта тумбочка. И, как бы, если я вот смотрю, да, допустим, у меня нет понятия в голове о пространственном отношении. Ну, не задумывался, допустим, никогда над этим. Но я смотрю на... Сначала взглянул вот... Компьютер и штатив, потом штатив и тумбочку. И, в принципе, есть же некая изначальная интуиция, что что-то во взаимном расположении компьютера и штатива, и штатива и тумбочки есть общее. То есть, они как-то вот... Так я, ты понимаешь, что вот какая-то есть у нас чистая культурная интуиция, что смысл всегда общий. Вот я попытаюсь с этим бороться. То, что я сейчас пытаюсь высказать, что изначально смысл не является общим, является некими единицами. Нет, общего для этих двух пар объектов, а не вообще общего. Смотри, это ты немножко в другую линию попытался все стать. Я хотел сказать, на самом деле, что... Проблема состоит в том, что мы занимаемся постоянно языковой игрой. И в языке, конечно, все смыслы, которые циркулируют в нем, да, в виде слов, там, в виде структур, которые мы наследовали исторически, они, конечно, являются общим. Ну, иначе как бы мы друг другу понимали? Они нацелены на коммуникацию. Если, например, я это называю стол, то я определенный смысл имею. Естественно, другой человек должен понимать, что я имею в виду, иначе как мы друг другу поймем. И поэтому, конечно же, все смыслы, которые циркулируют в языке, являются общими. Это просто... Язык просто создан для того, чтобы реальность познавать, да. Язык создан для того, чтобы он коммуницировал. Чтобы во взаимодействии друг другу понимать и совершать какие-то общие действия, да. Чтобы, как бы, друг координировать действия друг друга. Но, на самом деле, я пытаюсь высказать нечто, как бы, относящееся к науке, да. К тому, как мы, на самом деле, мир познаем, как на самом деле мир надо. Для этого нам надо, как бы, с этой языковой игрой расстаться, да. И понять, на самом деле, что смысл точно так же является чем-то единичным, чем, как и чувственный. То есть, когда я вижу стол, я, с одной стороны, вижу чувственный стол, а с другой стороны, я вижу... Мыслишь непосредственно, как бы, это единичный стол? Да, да, да. Так понятное, не ты стол. То есть, у меня такой двойственник, да. Да, именно так. Только, когда ты сейчас говоришь стол, это не так видно, потому что стол, это, виска, якобы... Понимаю, словами закинут. Всё стол для меня... Слово «стол», которое обозначает... Смысл, который ты видишь... О, надеюсь, смысл, который ты видишь в качестве единичных, что он вот такой плоский, конкретно плоский. Ну, понятно. Что вот он имеет определенную здесь прожилку, что вот он стоит именно так, как стоит, что, например, это соотнесет с той тумбочкой, с этим диваном, с теми людьми, которые там все. То есть он имеет некого конкретного смысла, вложенность этого смысла в соотношение с тобой и со всем окружающим предметом. И вот эта единичность его смысла, на самом деле, потом, благодаря языку, превращается в простую абстрактную смысл. То есть я-то как раз думаю, что за счет артиклей, что единичность смысла-то, она... Кстати, а можно я сейчас расскажу, значит, я уже уставать просто не читаю. А нельзя ли сказать, что вот эта вот единичность, ведь когда мы в восприятии, мы видим, мы все-таки схватываем какую-то единичность в ощущениях? А нельзя ли сказать, что вот единичность смысла, это как бы есть... Но все равно же мы эту единичность схватываем в некой форме, она же не совершенно бесформенная. И форма тоже единична. Так вот именно единичность, вот эта вот единичная форма, данная вот непосредственного восприятия, может быть, это и как бы есть как бы смысл? Хороший разговор, да. Хороший разговор об этом тоже, что эта форма единичная, да. То есть стол имеет конкретную единичную форму, конкретно это единичное стол. Смысл здесь очень простой, что в любом восприятии для нас как бы мы не только понимаем, что перед нами стол, но еще форму отличаем от содержания. Когда мы говорим о форме, то в этом смысле мы говорим о неком столе, как неком смысле единичном, да. А когда мы говорим о состояние содержания, мы говорим как о некой чувственной глядности, которая тоже единична. То есть у нас получается, что любой простейший акт восприятия оказывается рефлексивным. Нет, на самом деле я хотел сказать, что... А я на самом деле пытаюсь обосновать, что такое интеллектуальная интуиция. Потому что если по словам интеллектуальной принимать интуицию, которую выхватывает якобы категории прямо вовне, то это на самом деле не интуиция. Это просто можно было сказать, что мы сначала спроектировали понятия в мире, а потом их обратно как бы просто смотрим, как ты говоришь. Да, сначала мы просто в мире это видим, это результаты своего предварительного подготовки, того, что воспринимаем. То есть мы сначала побывали на стороне предмета, там его сформировали в виде формы, а потом его восприняли. Вот это классическое представление о том, как работает мышление. А я говорю о другом. Я говорю, что нет никакой предварительной работы мышления. На той стороне точно так же единичный смысл, как вот на той стороне единичные чувства, которые соответствуют моему чувству. Все равно можно, можно. Тогда вот скажите мне, что такое барабулька? Барабулька это бурьково-барабульк. Нет. А ну скажите, вот она уже единично существует в смысле или нет? Барабулька. Давай как бы это, я сейчас это закончу, а потом мы это будем уже отклониться. Оборуд. На самом деле просто нет, я просто имею в виду, что я серьезно проблему пытаюсь. Так а серьезно? Я думаю, что это просто так сказать слово барабулька? Оно для меня наполнено конкретным смыслом. Я знаю, что такое барабулька, а вы нет. Да, ясно. Это безусловно. Это нет. Я могу фотографию барабульки показать, она у меня зафотографирована. Да я вам верю. Ну. Когда вы когда-то штуку барабулька, у нас она тоже будет, надо помнить, все правильно. Так все-таки объясните мне тогда с этой точки зрения, вот то, что ты по теорию свою подводишь, то как нам интерпретировать? То, что вы не знаете штуку барабулька, а я знаю. И для меня барабулька наполнена конкретным смыслом, а вы начинаете интерпретировать какую-то фигню в голове. Тогда как быть? Дело в том, что как бы действительно, это то, что я пытаюсь высказать, оно на самом деле, помимо всех прочих наносилогических всяких проблем, оно действительно задерживает, в частности, и выход для, ну, как бы и в этике, и в эстетике. Потому что этика и эстетика, действительно, она ведь точно так же уперлась в то, что красота, да, вот и как бы этические нормы, они являются чем-то всеобщим, да, и каким образом единичный человек может это всеобщее исполнять, да, то есть каким образом единичная картина как бы доносит до нас что, общий смысл, что ли? Вот эти проблемы, они на самом деле точно так же возникали в классической этике и эстетике. И вот то, что ты говоришь о том, что существует вот как бы твой единичный конкретный смысл, да, и все... Причем, он всеобщий, все знают, что такое барабулька, кроме вас. Ну, вопрос следующий... Ну, всеобщность, это не то, что все знают. Смотри. А что такое всеобщность? Ну, это вот это, всеобщность, это не то, что все знают. А что такое всеобщность тогда? Ну, вот и вот так. Давайте я, как бы, закончу, немного осталось уже. Это... Суть образа в следующем состоит, что... Тогда, если вот мы предполагаем, что такой единичный смысл вообще, говорю, конститу filmmaking возможно, да, и можно говорить о том, что точно так же по аналогии как с единичностью чувства есть и некий единичный смысл, точно так же чувство как способности схватывает в мире этот смысл, hayır, это у единичного чувства, точно так же мышление как способность схватывает эту единичный смысл. А в рефлексии, и там, и здесь возникает некая вторичная процедура. Так вот, если мы на этом остановимся, то мы спасем тогда и эстетику, и эти, почему? Потому что тогда возникнет и в эстетике, тогда возникнет эта смысловая единичность. Тогда вот мы будем смотреть на красоту, как некую единичность красоты. Как красоты конкретной картины, как красоты конкретной скульптуры. Не как абстрактной, может быть, как говорят эти наши классики, что такое красота. Красота – это целесообразность без цели, нечто такое абстрактное, всеобщее для всех. Я смотрю на статую, а вижу целесообразность без цели. Это же бред какой-то, да? На самом деле, я смотрю на статую, наслаждаясь конкретностью данной статуи, а не чем-то, какой-то абстракцией. Не чем-то все. Своим смыслом этой конкретной статую. Хорошо. Просто некой единичностью, которая в виде красоты, единичной красоты. Точно так же в этике. Когда я смотрю на человека, я не вижу абстрактного человека как субъекта своего отношения. Я абстрактный человек, заотношусь с этим с абстрактным человеком, но у нас возникает между нами некий абстрактный этический закон. Там, допустим, это в виде категорического оператива. Не так. Я вижу конкретного человека, он для меня конкретный смысл. Он обозначен конкретным именем. И по поводу него у него есть конкретные какие-то чувства, какие-то конкретные переживания, конкретные какие-то смыслы. И точно так же и он в отношении меня имеет всю эту совокупность данных. И мы взаимоотносимся, и в том числе и в смысле этики единична. И вот этический закон, на самом деле, требует уже какого-то другого понимания. Вот в этике существует проблема. Кто занимался этим, наверное, ее знает. На самом деле, что этический закон в своей абстрактной формулировке никаким образом не применит. Ну, просто не применить его. Никак его не сделают. Есть этический закон, например, какой-нибудь ДОГО или категорический оператив. А применить его невозможно. Потому что каждый раз будет непонятно, на самом деле, что бы это значило, как его применять. То есть, этика остается чисто абстрактной, и, как бы, этики, получается, нет. Мы забываем об этике и живем только просто какой-то интуицией. Хотелось бы все-таки, как бы, вот спустить ее вниз-то, да, вот, до применения. До того, чтобы каждый раз мы можем все-таки действовать. Мы же все-таки, независимо от того, знаем мы этический закон или не знаем, мы должны действовать. Так вот, для того, чтобы действовать, надо, на самом деле, чтобы этический закон был прописан в этой своей конкретности. А в конкретности он, на самом деле, будет прописан как закон сердца, да, то есть он даже и не закон. Нечто другое. Ты в сердце убежал уже. Подожди, давай про смысл разберемся. Ведь когда мы думаем, я говорю слово тапочки, ты сразу представляешь понятие тапочки абстрактное, что бывают тапочки, это то, что надевают на ноги, и точно можешь представить какие-то конкретные тапочки. И это происходит одновременно. Но он же говорит, что не о коммуникации он говорит, он говорит о первичном акте восприятия. Да. Что у него акте восприятия, в смысле, у него картина другая, чем картина трансценитальной философии. Да. Трансценитальная философия и как происходили дела? Трансценитальная философия, я для того, чтобы убедить лист, должен знать, что такое лист. Я для того, чтобы узнать, что такое стол, я должен знать, что такое стол. Но в этой позиции совершенно как бы непонятно, а откуда в сознании берутся вот эти вот, вы сами понимаете. Извините, вот ты увидишь внутри, летящее тело, чистое, новое летящее тело, ты не можешь конфликтировать с теми... Да, да, это позиция нацинитальной философии. Нацинитальная философия, как и наше отношение, воспринимаемое, последовало своим сознанием, вам надо говорить. Почему? Потому что я последовало своим отношением к миру, неким набором Эдисов. Если я, значит, такой стул, то я последовало отношусь к этому миру, но потом я воспринимаю, как опоследовано. Вот это позиция нацинитальной философии. А Булат высказывает принципиально иную, вот это очень, кстати, очень важная интуиция, мне она очень понравилась, я просто не знаю, как с ней работать. Он высказывает принципиально иную интуицию, она состоит, что у тебя, собственно, в акте восприятия, у тебя, да, не только сам предмет, но дана как бы его форма, но как некая единичная форма. Вот в смысле Аристотеля, не в смысле трансценитальной философии, а в смысле Аристотеля, когда у тебя каждому предмету соответствует своя форма, и она тебе в этом неком акте дана. Ну, никак, не через опоследование, а непосредственно. Вот таким хопа, вот эта сильная интуиция, потому что она, мне кажется, глубоко верна, тем не менее, про все это. Но тем не менее, непонятно, как с ней работать. Действительно удивительная интуиция, у нее очень сильная, сильная, удивительная интуиция. Подожди, что ты понимаешь по словам интуиция? Ну, интуиция, где предлагается некая, некая, модель, эксперимент, модель, антология. Тебе предлагается некий, некий модель, эксперимент, и ты с ней работаешь именно как с интуицией. Она же в блата не разработала. Да, это просто некая... Да, вот смотрите, вот я когда смотрю, вон туда, в тот угол, и вижу там на ножках, что это фигню. Как эта интуиция срабатывает? Сильно посмотрю. Да, сильно, ты знаешь, что ты посмотрел, куда там? Вот, видишь, фигня на ножках, это что? Гладильная доска. А я думал стол. Я не знал, что это гладильная доска. И мой мозг проинтерпретировал, это единственная самая интуиция. Это не та самая интуиция, это интуиция как раз тратьяна антониясофии. Если ты думал, что это стол, то для тебя она стола. Если ты думал, что это стол, то для тебя стал. Это позиция, что твое отношение к предмету последует самим собой, твоим, твоим намерением. А вот что разница? Вы можете говорить о подлинности, а не подлины. Да. А Булат говорит, что таким образом, что у тебя есть некоторое, что у этой как бы, вот представьте себе, что у этой доски у нее как бы есть собственная форма, имманентная ей. Не то намерение, с которым ты к ней поступаешь, в акт твоего восприятия, а его внутренняя форма есть. И в этой внутренней форме, как ни странно, и ты, простившись в твоем акте восприятия, у тебя оказывается именно акт непосредственности, как непосредственности. Но при этом ты отличаешь собственную гладильную доску от некого вот этой самой формы, единичной. Поэтому это интуиция, что она не разработана. Ну такая вот эта штука есть, действительно удивительный взгляд на мир. И совершенно не такой, как у трансцентальной философии. Слушай, она тут мне напоминает про фотоны. А что тебе напоминает про фотоны? Ну опять же, то они есть, то их нет, то они в одной точке, то в разных. То есть это какая-то такая вот фигня, она из этой же оперы. У нас вся фигня, если вы говорите, что вы на самом деле. Но вся фигня из одной той же оперы. Смотри, как бы у Хаги есть такое понятие «больность и непольность». Вот человек, когда замыкается в мире языковой, да, когда у него все становится всеобщим, когда он не видит, на самом деле уникальность каждого отдельного времени. Когда он просто не видит. Не видит уникальность заката, то, что вот это здесь и сейчас, да, вот он не видит. Как говорят восточные философы, они говорят, что надо жить здесь и сейчас. Не абстрактно как-то всеобщим образом жить, да, вот ты всеобщий человек, тут всеобщая обстановка, всеобщее пространство, входишь в среди всеобщих умений, да. А вот в этой некой уникальности, в своей единичной сочетке, то, что называется вподлинно жить. Понимаешь, вот подлинное переживание. «Находиться здесь, находиться с теми людьми, которые уникальность…» Но, на самом деле, получается, что нет. Если ты в цинитальной философии смотришь то, и вот я обосведованным собой, и мне в эту курсу является столом, а Хангер чуть позже бы сказал, что речь идет о единости некой прибыли. Понимаешь, в чем дело? Чтобы жить здесь и сейчас, нужна одна очень важная вещь. Нужно здесь и сейчас слеживать свои чувства относительно того, что все вот это есть. То есть ты называешь это смыслом и говоришь, что смысл очень похожий на чувство. Но реально, ведь как раз я живу в большинстве случаев именно тем, что сейчас происходит. Я не думаю, что там с моей женой, как она там проживает. Нет, мне прикольнее то, что ты сейчас говоришь. И я отслеживаю свои чувства прямо сейчас. Человек начинает жить не здесь. Как только не отслеживает свои чувства прямо сейчас, а начинает какие-то мысли свои отслеживать к прошлому и будущему. Дело в том, что классическая философия точно так и говорит, что единичность нам доступна только чувствами. Причем как было доступно это не те способи, что мы можем по поводу этого что-то высказать единичное. Потому что мы даже выставить его не можем. Мы только можем пережить, как вы говорите. Мы можем только и чувствное пережить. А я говорю о другом. Я говорю о том, что на самом деле мы можем не только пережить, на самом деле, то есть пережить некой чувственности. Мы можем это и в смысле смысла увидеть. То есть мы можем это и осмыслять, прямо вот здесь и сейчас, непосредственно. То есть смысл, то, что мы почему-то сразу смыслу придали смысл всеобщности, и отсюда возникает вся трансцендентальная философия, что раз он всеобщий, значит не существует... Так осмысление не может быть. Значит, то является же чувство субъективное. И снова осмысление, понимаешь? Ты не будешь осмышлять вот этот стол, если тебя не задевают эмоционально вот эти вот узоры. Да, эмоционально все тоже присутствие. Я же говорю, что это... Нет, здесь ни при чем. То есть тебе эти эмоциональные узоры могут задевать, но при этом ты можешь оставаться в парадигме трансцендентальной философии. Честно говоря, когда я тебя слушал, Булат, я встречаюсь. Почему? Потому что у меня сразу как-то возникает такое вот видение того, что происходит с тобой, как будто твой мозг, да, это вот как рыбка в аквариуме, которая там плавает, плавает, и она видит, что снаружи есть какой-то мир. Но она бы никак не может понять, почему она ему вроде как бы видит, но добраться до сути этого мира не может. И она начинает придумывать объяснение каждому предмету. Потом начинает объяснять, что такое граница, которую она не может преодолеть. И думая, что если она объяснит, что эта граница, она как-то вот особым образом существует, не в том восприятии, в котором обычно принимают это люди, то она через эту границу прорвется. Проблема заключается в том, что эти все измышления не дают ей возможности поднять одну простую вещь. В этот мир она уже пока не попадет. Но она пытается это делать. И так же твой мозг, он как-то пытается воспринять этот мир, и ворваться в него, и вырваться из твоего тела, не понимая, что твое тело и есть способ восприятия мира. И через мыслительный процесс, только через смыслы, ты никогда не познаешь мир, если отключишь от этого мира тело. Ну вот как-то вот так. Ну да, не познаешь, но ты это познаешь или не познаешь, может, двумя способами. И трансцендентальная философия не отрицает того факта, что тело здесь тоже участвует. Она просто говорит, для того, чтобы у тебя состоялось событие восприятия стола, как стола, для тебя достаточно только чувства, не надо еще, чтобы некое общее понятие пришло к тебе и помогло. Она говорит, да, должно прийти общее понятие этого стола и помочь тебе, помимо твоему как телу. Тело его потрогает, увидит узоры, увидит, что он у нас стоит на двух ножках, на таких. Но при этом будет некий рейд из стола. И этот рейд из стола последует моё отношение к миру. И стол станет столом. Вот так. Ну ты же знаешь, да, мы постоянно идем, тело даже с одной и той же. Видишь, в этом рейд шаряется, вот два человека стоят. Подошел поближе, два стола. Ну. Тело тоже участвует. Но позиция будет числая, то как бы... Вот из таких экспериментов, центральная философия говорит, что у нас есть некое посредование. Всегда. Своего опыта. Всего мира, самим собой. А вы можете сказать, что это не так. Да, а Блот предлагает другую интуицию. Другую интуицию. Когда у вещей, как ни странно, есть некие собственные смыслы, собственные эйдосы. Собственные формы на историческом языке. Которые не являются формами теми, которые мы вносим сами в мир. Они уникальны. И ты когда смотришь на мир, прошу прощения, смотришь на мир, ты видишь здесь собственно чувственный предмет. И видишь его смысл. Игеничный, уникальный, фиксированный смысл. Такой тебе не доступен. В этом-то вся и проблема. Что твое восприятие мира, то, как ты называешь, трансцендентальное, да? Да. Оно не дает возможности тебе увидеть этот смысл. Проблема-то человека в том, что смысл-то он не видит. Он его обличает все равно, ты хоть тресни, блин. А я считаю, что он может. Я как-то... Ну, блин, а я считаю, что невозможно, потому что ты снова будешь опять обличать... Потому что под смыслом это и есть твое восприятие мира. Смысл это то, что рождается в твоей башке. Ну, понятно, понятно. Ребят, вот Пулата говорит, что у меня другой подход. Поэтому я называю это интуицией. Потому что она не разработана. Но он понимает с точки зрения, что наверняка у этого есть свое что-то. Вот, так же, как я вам говорю, барабулька, да? Вам это, ну, что интуиция-то ваша говорит, наполнено это каким-то смыслом или нет? Да, я очень люблю сушеные барабульки. А эти сушеными не едят, едят жареными. Да и больше, ты просто не поломал. А что такое барабулька? Завершу, как бы, некоторым там... Давайте только... Вот, кстати, что такое барабулька. Где барабулька? Вот. Не видно, далеко. Ну, подойди сюда, ты, как приедешь. Ну, ладно, у меня, конечно, заказано. Можно покажешь барабульку. Завершение, завершение... А, главное, цена у него какая, блин, охранительная. Видите, да? Это вопрос в чем составил. Я как бы давно вижу, на самом деле, что есть определенного рода застой философии. Он как раз связан с тем, что философия никак не может преодолеть трансцензентальную философию. Да, что вот в свое время Кам однажды, как бы, сформулировал, да, вот, некое, как бы, видение мира, не квантологию. И вот до сих пор философ и, на самом деле, и Геги пытался преодолеть это, и Кайя-Геги пытался преодолеть. Но до сих пор, как бы, как мне кажется, все-таки, вот до конца вот эта трансцензентальная позиция не преодолена. И мне кажется, просто то, что вот я пытаюсь с чем заниматься, это вот, опять же, поиски и попытки вот преодолеть вот эту трансцензентальную вот, как бы, позицию. То есть вот преодолеть вот эту границу этого аквариума? Ну, пускай у тебя так. Если тебе так более понятно, то просто... Но не получишь ты смысл вещей, если эти вещи не могут вернуть тебе этот смысл. Как только они научатся говорить, то тогда ты начнешь эту интуицию проверять. Ну, ладно, давайте я все-таки-то скажу. Раньше я пытался это работать на стороне субъекта и считал, что, может быть, можно построить какую-то бессубъектную онтологию. И думал, что если мы на стороне субъекта определенного рода вещи как бы размыслим, да, если мы как бы осмыслим, точнее, лучше сказать, осмыслим определенного рода вещи, то мы, может быть, преодолеем позицию, да, вот, трансцензентальную. Но, на самом деле, это нереально. Потому что сама формулировка субъекта-объектного отношения нас постоянно убрасывает вот эта изначальная формулировка, вот, трансцензентальная философия. Поэтому теперь я пытаюсь как бы работать более чисто, да, то есть отбросить вот эти изначальные рамки какие-то субъекта, объектные различия и прочее. Теперь я пытаюсь работать, исходя вот из некоторых более широкой интуиции, там, феноменологической, то есть я пытаюсь увидеть в самом опыте какие-то возможности, да, вот. И вот мне показалось, я тут занимался как раз Аристотелем, что вот Аристотелем вот как раз, и то, что Игорь сформулировал, действительно, Аристотелем именно так и говорит, да, что форма есть нечто и нечто. Вот именно вот это я сейчас вот такую попытку философскую пытаюсь реализовать.